От Череповца до Шеломова чуть больше 50 километров. Те, у кого нет машины, добираются электричками. Однако с 28 августа многие отменены. В нашу редакцию начали поступать звонки встревоженных горожан. Убрали электрички и даже специальный поезд Череповец-Шеломова сетуют череповчане. Одна из таких Елена Перова. Сегодня утром женщина смогла, хоть и с большими неудобствами, но добраться до дачи. Если утреннюю электричку, мы сегодня езжали на 8.15, 4 вагона всего, и она вся битком. У меня 2 детей, старшему 3 года, младшему 5 месяцев. Мы ездим на электричке, потому что машины у нас нет. Плюс у меня родители пенсионеры. Мы сюда ездим на электричке. Для нас, конечно, электрички – это просто спасение. Пока железнодорожное сообщение урезано, областные власти в срочном порядке организуют альтернативные способы проезда. Автобусы на маршруты предоставила автоколонна 14.56. Было организовано следующее. В ту пятницу, соответственно, это 29 августа, под расписание электрички в 17.15 минут. Автоколонна Череповецкая 14.56 предоставила на Привозарную площадь 4 автобуса. Объявления были развешаны. Значит, автобусы простояли в течение 40 минут. Ни одного пассажира в автобусах не появилось. Автобусы были вынуждены возвратиться в гараж. В воскресенье, 31 августа, опять под электричку в 19.30 на станции Шеломово также находился автобус автоколонны 14.56. Ни одного пассажира в этот автобус не зашло. Дачи в Шеломово у тысяч горожан. Они состоят в четырех кооперативах по 600 домов. Несмотря на всего две оставшиеся электрички, в автобусы не сел ни один пассажир. Возможно, люди просто не знали о том, что таким образом теперь можно добраться до поселка. Люди рассчитывают на привычный вид транспорта. Областные власти тоже не сбрасывают его со счетов. Железнодорожникам было предложено 22 миллиона рублей на покрытие убытков за перевозки. Но договориться не получилось. В первом полугодии 2014 года упытки компании-перевозчика на территории Вологодской области составили по подсчетам северной пригородной пассажирской компании более 94 миллионов рублей. И по итогам года, соответственно, ожидаются в размере более 185 миллионов рублей. Северная пригородная пассажирская компания не в состоянии поддерживать объем перевозок на прежнем уровне. Люди заявляют, что если электрички отменят совсем, они готовы перекрыть железную дорогу. Но до этого не дойдет, уверены в руководстве области. Глава региона Олег Кувшинников принял решение о вынесении вопроса о денежной компенсации пригородной пассажирской компании на ближайшую сессию ЗСО. В любом случае, до возвращения электричек до Шеломова можно будет доехать автобусом. Напомним, что отправляются они по пятницам от железнодорожного вокзала в Череповце в 17.20 и обратно из Шеломова уезжают по воскресеньям в 19.30.